Здравствуйте! Это Пилот ТВ, программа для людей влюбленных в небо. С вами Александр Швыткин. От Винта. Грозит ли монополизация российскому рынку региональных авиаперевозок? К чему приведут массовые закрытия авиакомпаний? Трудный путь в один этаж. Чиновники Росавиации в очередной раз проигнорировали конференцию частных пилотов. Полеты без правил. Что мешает развитию сверхлегкой авиации в России? Осень понемногу сменяет зима. Погода уже не так располагает к полетам, и все больше пилотов сезонно мигрирует с холодных продуваемых ветрами аэродромов в теплые конференц-залы для обсуждения насущных проблем и подведения итогов за год. Так в московском отеле «Красные холмы» состоялся форум «Региональная авиация», организованный Комитетом по транспорту Государственной Думы Российской Федерации. При столь тесном взаимодействии авиаторов и власти вопросы должны решаться мгновенно. Так ли это было на самом деле, выяснял Всеволод Еремин. Конференции с названием «Региональная авиация России» в этом году в нашей стране прошло очень много. Большинство из них авиационные чиновники просто игнорировали, и участникам рынка местных перевозок ничего не оставалось, как только обсуждать сложившуюся тяжелую ситуацию между собой. Организаторы этого форума уверяют, что все вынесенные компаниями предложения будут обязательно рассмотрены на самом высоком уровне. В этом и состоит уникальность конференции. Государственная Дума крайне заинтересована в выработке правильных решений, оптимальных решений, с учетом проблем с бюджетным финансированием, с учетом сложности финансового положения региональных компаний. Мы должны выработать оптимальные решения с точки зрения государственной поддержки, а именно субсидирования региональных перевозок, под которые мы понимаем перевозки из региона в регион. Помимо финансирования местных авиаперевозок на федеральном и региональном уровне, Государственная Дума всерьез занимается вопросом оснащения и переоснащения отечественного авиапарка, прежде всего нашей техникой. На конференции в очередной раз был представлен «Суперджет-100» в качестве основной единицы для региональных перевозок. На данный момент четыре таких самолета используются компаниями. С 2014 года ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» планируют выпускать по 60 суперджетов в год. Правда, вот незадача – не все российские аэропорты принимают отечественное воздушное судно. Армянские авиалинии в первую очередь стали летать по Европе практически без ограничений. Они 19 апреля получили самолет, 20 апреля они совершили первый рейс. И начиная с этого времени, они летали практически во все города Европы и были открыты в России только Москва и Уфа. То есть открытие российских аэропортов для принятия этого самолета, оно слишком сложно по сравнению с теми условиями, как в Европе. Как российские авиачиновники собираются возрождать региональную авиацию, непонятно. После катастрофы Як-42 в Ярославле был принят ряд решений, после которых летать практически не на чем, да и некому. На данный момент в нашей стране действует около двух десятков региональных компаний. Большая их часть существует за счет так называемой смешанной системы, когда основной доход идет от полетов в Европу. Самым развитым регионом по местным перевозкам эксперты называют Свердловскую область. При упоминании о Дальнем Востоке и Сибири все вдруг замолкают, сказать нечего. И компании продолжают закрываться из-за избыточного госрегулирования, из-за крайне тяжелого финансового положения. Каким последствиям это может привести, догадаться несложно. Я, например, очень опасаюсь этого процесса монополизации, потому что он приводит не к улегчению качества обслуживания пассажиров и не снижению цены, а прямо наоборот. Потому что зачастую мы не способны контролировать не только меры госрегулирования, которые часто избыточные, но и главное это обеспечение льготного доступа современной техники, современную требование безопасности. Отсутствие современной техники, рост цен на авиакеросин. На данный момент в России они гораздо выше, чем в Европе. Высокие аэропортовые сборы и сборы на аэронавигационное обслуживание. Дорогие в эксплуатации и обеспечении безопасности аэродромы. Резкое сокращение числа авиакомпаний и монополизация этого сегмента рынка. Вот они, реалии нашей сегодняшней региональной авиации. В сложившейся крайне непростой ситуации компании просто вынуждены завышать цены на перевозки. И по статистике пользуются их услугами лишь 5% потенциальных пассажиров. Конечно, в советские времена, когда каждая бабушка с козой могла спокойно перелететь из деревни в деревню, уже не вернуть. Но все же превращать региональную авиацию в авиацию для избранных в нашей стране, в некоторые регионы, которые только с самолетом и можно долететь, пожалуй, не стоит. Всеволод Еремин, Владимир Кривко, Пилот ТВ. Ну и как поменять технику? Пилот ТВ посетила это важное мероприятие. Конференция по безопасности полетов проводилась в здании Росавиации на Ленинградском проспекте. Тем более удивительно, что ни один из чиновников этого ведомства на конференции замечен не был. Ну мы уже на совещании говорили, что отсутствуют представители Росавиации. Это очень прискорбно. Почему? Потому что, в принципе, от Росавиации зависят многие наши проекты, начинания, пожелания. Все исходит от них. Но головы, к сожалению, нет. Есть только отростки. Вопреки распространенному мнению о частной авиации как о сборище хулиганов, анализ летных происшествий указывает совсем другие их причины. Недостаточное знание авиационной техники, попадание в сложные метеоусловия, стандартный набор ошибок в технике пилотирования. Конечно, безопасность полетов имеет и российскую специфику. Зная привычку авиационных и транспортных властей закрывать частные аэродромы после любых происшествий, авиаторы стараются скрывать мелкие инциденты, и они не попадают в статистику. Но в целом Россия мало отличается от остального мира. И причины летных происшествий те же, и процентные соотношения примерно такие же. Что больше, это ошибки в пилотировании. И именно, как вы сейчас подчеркнули, что незнание критических скоростей, критических возможностей данного воздушного судна. И второе направление – это пренебрежение, установленное правилами. Незнание, к чему приведет пренебрежение метеоусловия. Несмотря на молчание Росавиации, конференция прошла очень удачно. Частные пилоты получили возможность пообщаться с представителями Межгосударственного авиационного комитета, Минтранса, Ространснадзора, Московского зонального центра ОРВД. Общение получилось очень предметным и полезным, причем для обеих сторон. Чиновники явно были заинтересованы в неформальном общении с авиаторами. По сути, вся организационная деятельность в авиации совершается в интересах безопасности полетов. Естественное стремление сообщества частных пилотов к самоорганизации неизбежно повысит безопасность. А для этого нужно постоянно обобщать опыт. У них есть летательные аппараты, своя федерация и открытое воздушное пространство. Вот только воспользоваться последним представителем сверхлегкой авиации зачастую просто не могут. Или поднимаются в небо, нарушая закон, который в принципе для них не прописан. Почему слашники уходят в партизаны? Каких трудов им стоит зарегистрировать свои летательные аппараты и получить свидетельство летной годности? Выясняла наша съемочная группа. Небольшой вес, компактные конструкции, легкость в управлении. Специфику аппаратов сверхлегкой авиации можно охарактеризовать буквально в трех словах. Бреши в законе, непрописанные нормы и бюрократия. То, с чем сталкиваются слашники, несколькими фразами не опишешь. Это бесконечные истории. Зачастую доходят до абсурда. Он меня спрашивает, а где твой аппарат находится? Я говорю, ну, в поляске, в гараже, крыло, в диване. А где же ты летаешь? Я говорю, ну, на любом поле, какой подходящий. Заключи договор, например, с Быковой на базирование, тогда я тебе, значит, подпишу документы на регистрацию. Я ему ссылаюсь, что по 85-му приказу не требуется нам базирование, знать ничего не знаю, иди заключать договор. Ну, пришлось мне идти в ФСБ. Андрей Николаевич рассказывает, как регистрировал свой дельталет. И это лишь один пример некомпетентности отдельных чиновников. Но если с ними пилоты как-то могут поспорить, то с брешенными в законодательстве они пока справятся не в силах. Возникают достаточно большие проблемы по тем типам бумаг, которые необходимо сделать. И по тому объему материала, который необходимо написать человеку, который в большинстве случаев сам построил летательный аппарат. То есть, если человек хочет получить сертификат летной годности, он должен описать, как будет летать на своем аппарате. Это нонсенс, говорят слашники. Бредом они называют требования врачебной летной комиссии, одинаковые для пилота сверхлегкого летательного аппарата и бортпроводника гражданского линейного судна. Казалось бы, эта проблема касается не всех представителей СЛА. Те, чьи аппараты легче 115 килограммов, могут летать и без свидетельства пилота. Но это только на бумаге. То есть, существует так называемый сайт fvp.ru. Значит, пользователь, владелец самолета, вертолета, неважно любого летательного аппарата, должен зайти на этот сайт и подать либо уведомление, если это используется уведомительный порядок использования воздушного пространства, либо заявку с флайт-план на полеты. Чтобы туда попасть, нужно получить логин-пароль. То есть, это сайт закрытый. Чтобы получить логин-пароль, нужно иметь свидетельство пилота. Получается замкнутый круг. Так недавно Станислав стал нарушителем. В своем параплане он вылетел в закрытую на тот момент зону. Для того, чтобы я получал удовольствие от полетов, мне необходимо реально отправиться куда угодно. В Европу, в Азию. Я приезжаю, там оформление всех бумаг занимает порядка 25-30 минут. Однако летать им приходится чаще всего в России. Здесь же регистрировать свои аппараты, получать свидетельство пилота и летной годности. Раньше все эти процедуры были куда проще, все тут слажники. До тех пор, пока сверхлегкую авиацию не перевели в разряд гражданской. Тем временем карательные меры ужесточают. Активизируются надзорные органы, растут штрафы, рассказывает Александр Архиповский. Воздушный кодекс в стране есть, действующих авиационных правил для СЛА нет. Отсюда все беды, считают сами пилоты. Одновременно с этим в Минтрансе сидят люди, многие из которых не представляют, что такое дельтаплан и чем он отличается от дельталета. Большое количество специалистов, которые летают по многу лет в этой области, там 10 лет стаж, 20 лет стаж и так далее. Это реальные специалисты, которые, многие из них готовы работать в рабочих группах, в том числе и в Росавиации, в Минтрансе, помогать чиновникам составлять правильные авиационные правила. Пакет документов должен быть достаточным, а не избыточным. По этой простой формуле сверхлегкая авиация в нашей стране сможет наконец-то выйти из тени и получить новое развитие. Елена Монина, Владимир Кривко, Пилот ТВ Считается, что планеры начали активно конструировать и использовать в Германии в 20-е и 30-е годы прошлого века. По условиям Версальского договора немцы были серьезно ограничены в строительстве моторных самолетов, поэтому начали развивать планеризм. В наши дни парящим в небесах безмоторным летательным аппаратом уже никого не удивишь, а мы попробуем. Сегодня в нашей постоянной рубрике без комментариев мировой рекорд, установленный в словацком аэропорту Слиач. Смотрите и удивляйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Ох, когда уже прекратятся эти издевательства надо мной? А на сегодня это все. Летайте с нами на пилот-тв.ру С вами был Александр Швыткин. Встречного вам на взлете и попутного в полете! Ну что, орлы, полетели? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok